Интернет сегодня универсальный источник информации и общения. Прежде всего для молодежи и детей. Но здесь можно встретить не только полезные, но и угрожающие жизни и здоровью сведения. В целях защиты пользователей от запрещенной информации, в частности наркотиков, детской порнографии, в способах суицида действует единый реестр запрещенных сайтов. Федеральная служба Роскомнадзор регулярно вносит в него адреса сайтов нарушителей. Все российские операторы связи, оказывающие услуги интернета, обязаны в течение суток закрыть доступ абонентов к этим информационным ресурсам. Ежедневно интернет-провайдерам Ростелеком Чувашия блокируется доступ к запрещенным информационным ресурсам посредством выгрузки списка запрещенных сайтов. Закон, ограничивающий доступ к запрещенным сайтам, действует с 1 ноября 2012 года. На сегодня в реестре содержится около 3000 записей. Из общего количества записей, указанных в едином реестре, 2496 записей относятся к сайтам, пропагандирующим наркоманию. 300, суици, это 135, указывают ссылку на ресурсы с детской порнографией. Пользователи сети сами могут выразить свою гражданскую позицию. В случае обнаружения в интернете информации, которая запрещена для распространения, они могут скопировать этот адрес сетевого ресурса, разместить его на сайте запрет-инфогов.ру, заполнить необходимые поля и направить сообщение. В случае признания уполномоченным органом информации запрещенной, в течение трех суток ресурс будет заблокирован. С 1 августа 2013 года также вступил в силу закон, защищающий авторские права на фильмы. Доступ к интернет-ресурсам, которые будут признаны судом пиратскими, провайдеры также будут обязаны закрыть. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.